Общественный деятель, и по совместительству лидер преступной среды Турции, Седат Пикер разместил в своем инстаграм фото в обнимку с авторитетом из Казахстана Арманом Джумагильдивом, Арман Дикий. После этого стало понятно, что влиятельный вор в законе Бадрика Гуашвили, Бадрику Таиски, попал в умело расставленную ловушку. Недавно он тоже навещал Пикера, чтобы перетянуть его на свою сторону в конфликте с законником Надиром Салифовым, Лоту Гуле, возникшим из-за того, что в доме последнего Дикий избил мафия Зиквежуевича. Однако эту встречу оппоненты сразу использовали для дискредитации Бадри. Фото с Арманом Джумагильдивом Седат Пикер сопроводил следующей подписью. Один из молодежных лидеров нашей братской страны, Казахстана, Арман Джумагильдив и его друзья пришли ко мне в гости. Они дали мне одежду, которую носят султаны. Этот снимок сразу вызвал бурные обсуждения в мафиозных кругах, поскольку на нем изображены и участники самой крупной воровской войны последнего времени. Готовилась она, как сейчас уже очевидно, давно обеими сторонами. Не секрет, что вор в законе номер один Захарий Калашов, шекро-молодой, всегда недолюбливал Надира Салифова, но перейти в атаку на него решил, когда оказался в тюрьме. В качестве предводителя похода использовали Бадри Кагуашвили, а в качестве троянского коня, Гурама Чихладза, Квежуевич. Последний неожиданный согласился прийти по вызову Гули на серьезный разговор, во время которого повел себя с Салифовым вызывающе. Все это привело к тому, что, находившийся в помещении Арман Дики ударил по лицу Чихладзе. Из-за этого инцидента Кагуашвили моментально объявил Гули не вором. Объяснение было дано такое, он позволил не вору в законе избить криминального генерала. Делал это Кагуашвили при поддержке шекро. Казалось бы, на короне Гули можно поставить крест. Но у Салифова тоже есть советчик, крайне искушенный в закулисных играх Мерап Джангвиладзе, Мерап Сухумский. В результате развить успех Бадри не удалось. Чтобы закрепить решение о раскоронации Салифова, надо было провести сходку. Однако желающих ввязываться в войну с Гули было немного. Кагуашвили попробовал провести мероприятие в Израиле, где находились к вежу и вечерят дружественных воров, но в эту страну его не пустили. Тем временем Гули собрал свою сходку, на которой главным докладчиком стал Джума Гильдев. По его версии, он не знал, что с Гули говорит вор в законе, поэтому был удивлен и возмущен его дерзостью. Когда Салифов вышел из помещения, он принялся ругать матом обидчика Гули, потом спросил, кто он такой. Незнакомец не представился законником, Арман его побил. Потом появился Салифов. Узнав, что к вежу и вечер досталось, предложил тут же вместе все выяснить и наказать Джума Гильдева, но Чихладзи предпочел срочно ретироваться. В результате участники исходки сочли поведение к вежу и вечер странным и не воровским. Также они посчитали, что Арман не знал, что напал на законника. А вот полномочия Бадры в семье приостановили из-за поспешного и незаслуженного объявления Гули не вором. Дальше страсти начали разгораться. Гули пообещал посадить на нож любого, кто усомнится в его воровских полномочиях. Квежуевич объявил, что начинает искать киллера для устранения Салифова. И, вероятно, так увлекся этим процессом, что уже давно с ним никто не может пообщаться даже по телефону. Чихладзи спрятался абсолютно за всех. Бадри стал экстренно искать соратников в войне с Гули. И тут ему на помощь неожиданно пришел бывший вор в законе Гурсель Сайфулов, Гуром Ташкентский. Он проживает в Турции и отлично знаком с местными мафиази. Он привел Бадри на переговоры к Седату Пикеру. Во время встречи была устроена небольшая фотосессия, и почти сразу снимки попали в СМИ. Было объяснено, что Кагуашвили приезжал к Пикеру договариваться об убийстве Гули, но Седат ему отказал. В реальности, конечно, такая тема не обсуждалась. Бадри пытался донести до Седата, что Гули в случае с Квежуовичем по мафиозным понятиям поступил неправильно. Однако по репутации Кагуашвили был нанесен очередной серьезный удар. Гуром Ташкентские Гули заманили Бадри в умело расставленные сети. Кстати, теперь можно не сомневаться, что Салифов вернется и Фулов утраченный титул. Война же тем временем продолжается. Разбалт, 16 октября 2019 года, Александр Горячев. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.